Всем привет! Я сейчас в процессе сборки новой пары стульев, про которые я рассказывала в прошлых видео. Я провела небольшую работу над ошибками. Прежде всего, мне не нравилось респа спинок, не хватало объема, поэтому я начала именно с них, и сейчас я уже более-менее довольна результатом. В таких проектах, где приходится делать несколько вариантов заготовок или видов дизайна, я стараюсь сейчас все детали записывать в свой отдельный блокнот. Несколько месяцев назад одна из моих клиенток, например, попросила меня повторить стулья, которые я сделала для нее три года назад. И вот тогда я лишний раз оценила важность введения заметок, хотя в то время максимум, что я делала, сохраняла чертежи с заметками на полях и иногда записывала видео исключительно для себя, где сама себе рассказывала, на что нужно будет обратить внимание в следующий раз. Сейчас я уже потихоньку стараюсь все эти старые проекты отыскивать в пачках чертежей и все заметки переносить в свой технический блокнот, если его так можно назвать. И сегодня я, наверное, на нем более подробно остановлюсь. Вот такая техническая тетрадь, которая у меня есть. Я ее сделала сама. Мне хотелось листы поплотнее и я не нашла ничего подобного в продаже. Мне хотелось плюс большой формат. У меня в данном случае А4. Хотя, наверное, можно было бы и поменьше сделать. Но, в общем, я купила несколько склеек акварельной бумаги и сама переплела. Раньше у меня все записи хранились в разных скетчбуках, на вот таких вот отдельных листочках. И со временем я поняла, что нужно как-то это все собрать воедино и систематизировать. И вот что пока у меня вышло. Я стала собирать записи, касающиеся истории мебели. И я очень много подобных листочков введу. И первый предмет – это арнува витрина. Я ее сделала пару-тройку лет назад. Витрина была не одна. И она, на самом деле, была для меня довольно сложной в изготовлении. Потому что здесь была очень такая тонкая, изящная резьба. Несколько маркетри панелей. И вот эти тонкие ножки, которые очень хитро устанавливались. И здесь открывается дверь. Ножки установлены под углом 45 градусов по отношению к передней двери. И здесь еще внутри такой вот ящичек. И хотелось максимально повторить оригинал. Сделать это очень изящным, очень тонким. Поэтому пришлось продумывать процесс сборки. Потому что он был довольно непростым. Ввиду еще того, что здесь были пяточные петли. Которые тоже нужно было сделать самостоятельно. Так как в миниатюре их просто никто не делает, не продает. Также вот я стала включать такие разные образцы. Здесь у меня образец груши. Я тонировала кое-какие места. Вот здесь на крышке и на маркетри тоже масляными красками. И здесь у меня выкрасы, чтобы вообще понять, как меняется цвет древесины. Я также стала сохранять эскизы макетри. У меня их довольно много, опять же, сохранилось. Просто вот иногда руки не доходят все это подшить в одну тетрадочку. И, например, эскизы петель, как они устанавливаются. Есть еще разные модели. Поэтому различия тоже иногда полезно записать. И Эмиль Галье, он во всех практически своих предметах использовал борщевик в данном случае. Какие-то грибы, пшеница. В общем, вот это все я зарисовывала и храню для будущего использования. Следующий для меня очень важный предмет. Я проделала огромное количество исследовательской работы, касающейся именно этого верстака в данном случае. Это Генри Стадли верстак. Вот видите, вся эта огромная работа на полгода уместилась на одном листе. На самом деле, основная сложность здесь была найти размеры оригинального предмета. Приходилось и в книге особенно тщательно читываться, и форумы шерстить. В общем, все эти размеры примерно были найдены. И таким образом я вот все сюда переписала, какие породы. Специально для конкурса. А этот верстак я делала на конкурс, который был устроен Национальным музеем миниатюры в Кэнзас-Сити, в Мейсвилле. Нет, какой Мейсвилл? В Миссури. В штате Миссури. Это было мое первое шоу в Штатах. И вот ради конкурса я делала вот еще вот эту брошюру писала и публиковала. Сейчас одна из таких музеев, которые как раз находятся в Мейсвилле, в штате Кентукки. Потому что этот верстак был куплен музеем. И кое-какие эскизы наполнения верстака тоже я сохранила исключительно на память. К сожалению, даже видео этого верстака я не успела сделать. Как вот это все работает, тиски работающие, все функционирует. Также я использую эту тетрадь для того, чтобы хранить сведения, касающиеся резьбы. Это очень полезно, особенно если нужно понимать, какие резцы использовались, какой размер. Вот это все зачастую очень-очень полезно использовать. Особенно если вы делаете несколько предметов. У меня здесь французский экран, и я делала два таких экрана. И мне все это очень даже пригодилось. Также вот все эти эскизы, они очень помогают в резьбе. Подозреваю, что лепка помогла бы мне больше. Но вот к этому я пришла только недавно. До этого я все зарисовывала. И я стала хранить образцы ткани. Этот шелк использовался на заднике экрана. Ну, учитывая тот факт, что у меня довольно много ткани и разных видов шелка, хочется как-то тоже это все собрать. Я думаю, что когда-нибудь, мне наверняка дойдут руки, я сделаю отдельную тетрадь с образцами ткани вообще, чтобы понимать, что у меня есть, чего у меня нет. В эту же тетрадь я вкладываю эскизы, зарисовки, заметки по истории мебели. Потому что книг по мебели, по истории дизайна у меня довольно-таки много. Если нужно, я сделаю, буду делать, наверное, отдельное видео по этим книжкам. Но вот я люблю какие-то особо интересные предметы и какие-то элементы зарисовывать. Вообще мебель рисовать очень люблю. Также я сохраняю эскизы. В частности, я делала ширму в стиле арт-деко. Она была сделана в Германии. Очень необычный дизайн. И вот я сохранила эскиз. Если вдруг ее нужно будет повторить. Мои любимые ножки. Резьба. В разных регионах Америки эта форма ножки может быть разной. И в Англии также своя специфика. И вот иногда читаешь. И тоже хочется все это нарисовать. Опять же, история английской мебели. Это Гластенбергский стул. История, как менялась форма вот этих кастерс. Это колесики. Очень тоже интересно. В разное время все это было разное. Столярные изделия. Столярные соединения. До 17 века. Исключительно для вдохновения. Ну и просто так нравится мне очень. Зарисовывают какие-то интерьеры. Детали интерьеров. Это какие-то двери в Индии. Это Arts and Crafts интерьер. Просто понравилась фотография. И нарисовала. С надеждой, что может быть когда-нибудь я его сделаю в миниатюре. По обивке также очень полезным оказалось для меня записывать, как я делала обивку. Это морисовские стулья. У меня их заказывают почему-то очень часто. Я не знаю почему. Но вот они многим нравятся. И поэтому приходится записывать, как вообще я делала обивку. Иногда, ну вот в частности, вот этот шелк в итоге моему клиенту не понравился. И мы его меняли. Но какие-то общие моменты, как лучше сшить эту обивку, я все записала. Это густовианский разворот. Абсолютно пустой. Кроме рисунка и фотографий ничего нет. Ну, потому что вот этот предмет был довольно простой. А здесь я, опять же, для будущего использования сохранила все фотографии, которые распечатала. Ну, в частности, вот этот стул, нож, его спинка была довольно-таки сложной. И я хочу сюда тоже, опять же, внести кое-какие заметки. Потому что она мучилась в свое время, переделывала один стул. Я, по-моему, его в каком-то из видео показывала. Вот тоже еще буду вносить. Здесь, опять же, все просто. Ничего особенного, но записала, что для этого стула, для этого столика, вернее, у меня есть приспособление. Так как со временем уже, вот за эти годы, у меня такая большая коробка со всеми шаблонами, приспособами. Иногда просто забываешь, что есть, чего нет. Комод. Я их сделала два. Они тоже, вроде бы, они простые. Но здесь паркетри. И довольно интересная, характерная для французской мебели фанеровка. И тоже вот весь процесс этой фанеровки я записала. А в остальном тут нет никаких сюрпризов. Все по-прежнему. Какие-то предметы действительно вот очень простые. Я просто, когда начинаю работать над предметом, я беру его реальные размеры, в калькуляторе масштабов сразу перевожу в масштаб 1.12. И отсюда уже работаю в 3D-программе. У меня это Fusion 360. Вот еще один момент, когда эскизы пригождаются для дизайна, для разработки дизайна. И мне очень хотелось сделать стол архитектора. И я раздумывала над тем, как сделать его основание. То ли из дерева, с металлическими какими-то частями, то ли полностью из металла. И я смотрела разные дизайны, выбирала. В итоге я поняла, что, например, хотелось бы, конечно, все из металла. Но, например, это колесо мне категорически не нравится. А хотелось что-то такое оригинальное, вроде этой такой ручки. И ее я в итоге выбрала. Какие-то предметы у меня только в стадии вообще чертежей и размеров. А что-то, вот, например, даже в отпуске. Я готовилась к чикагскому шоу в этом году и поняла, что категорически ничего не успеваю. У меня даже нет никаких размеров примерных, ни чертежей. И села просто в блокнотике, все это нарисовала. И потом уже приехала, перевела все это в чертеж. Ну, пока это вот в планах. И, наконец, ЧПДЛ-овские стулья, над которыми я сейчас работаю. Вот после того, как я поняла все свои ошибки, я все это записала. Весь процесс работы. Еще буду его дополнять, потому что сейчас как раз занимаюсь сборкой. И у меня здесь какие-то старые рисунки. Это бантик из вышивки, который потом я уже использовала. Элементы резьбы и так далее. Ну, а сейчас пока вот на остальных страницах у меня фотографии тех предметов, которые уже были сделаны. Опять же, я их никуда не выбрасываю. Оставляю на случай, если понадобится сделать снова. И какие-то предметы, которые, опять же, я где-то увидела. Мне они понравились. Я зарисовала. Вот, в частности, такие эскизы, они могут вдохновить на то, чтобы сделать подобные предметы. В частности, вот это, это Чемпендейловский такой столик для письма. И мне очень у него нравились вот эти такие заборчики, вырезанные лобзиком. Они очень тонкие, изящные, и предмет выглядит очень красиво. И вот здесь такие тоже уголочки интересные. В итоге этот предмет меня вдохновил на изготовление другого столика, тоже Чемпендейловского, для чайника. Вот тоже такой хороший источник вдохновения. Какие-то предметы рисовались исключительно для клиентов. И просто для интереса я здесь рисовала резьбу маркерами. Вот, это, пожалуй, все. Тут у меня еще план на то, чтобы сделать вот этот предмет заново. Дело в том, что здесь плитка, вернее, ее имитация, горизонтальная часть сделана из полимерной глины, а вертикальная, это вообще бумага, расписанная акварелью, покрытая лаком. И сейчас мне очень хочется сделать это все из настоящей плитки. Поэтому вот тоже отложила специально себе в тетрадь, чтобы не забыть. Ну вот у меня вот столько осталось. В надежде, что я еще это все буду исполнять. Такой вот хороший, на мой взгляд, блокнот у меня пока получается. Если у вас очень много проектов и много чего нужно запомнить, или вы экспериментатор, и тоже нужно записать результаты опытов, то вот я вам горячо рекомендую завести нечто подобное. Можно меньшего размера у меня. До этого была такая небольшая тетрадка, которая мне тоже не один раз пригодилась. Так что на этом сегодня все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok